Здравствуйте! В эфире международные новости в студии Инна Соболанкова. Перейдем к основным событиям этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У первой баптистской церкви Сазерленд Спрингса появился импровизированный мемориал в память о 26 погибших здесь жителях маленького городка, ставшего печально известным всей Америке как место самого кровавого нападения в истории штата Техас. В знак траура по распоряжению президента США до 9 ноября по всей стране будут приспущены национальные флаги. Преступник стрелял без разбора, не щадя ни детей, ни взрослых. Среди погибших оказалась дочь пастора церкви, 14-летняя Аннабелл Памрой. Мы потеряли не только нашу Белл. Большинства наших братьев и сестер больше нет. В нашей конгрегации почти никого не осталось. Наша милая Белл, такая чувствительная к любому горю, не смогла бы пережить потерю в один день стольких людей, которые были ее семьей. Пожалуйста, не забывайте Сазерлан Спрингс. Трагедия поразила целые семьи, регулярно посещавшие воскресную службу в церкви городка. В отсутствие президента Трампа, вице-президент США Майк Пейнтс приедет сюда, чтобы встретиться с местными жителями и выяснить, как продвигается следствие. Сегодня мировые СМИ уже приводят новые подробности. Дэвин Келли, подозреваемый в массовом расстреле прихожан в Техасской церкви, в 2012 году предположительно сбежал из психиатрической больницы Санта-Тереза в штате Нью-Мексико. Известно, что будучи капралом армии США, он угрожал расправой своим командирам. Владимир Путин поручил правительству оказать гуманитарную и финансовую помощь Вьетнаму, пострадавшему от сильнейшего за четверть века наводнения, сообщает Первый канал. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент и Российская Федерация исходят из того, что эта инициатива будет услышана, и страны-участницы саммита ОТЭС, который пройдет в конце недели во Вьетнаме, проявит солидарность с вьетнамским народом. Жертвами стихийного бедствия стали более 60 человек, десятки пропали без вести, 40 тысяч человек эвакуированы, около 80 тысяч построек получили повреждения. Многие районы страны остались без электроснабжения, под водой оказался 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны. Известно, что российским МЧС доставлен самолет с гуманитарным грузом в 40 тонн. На борту палатки, продовольствия, электрогенераторы. Президент Франции Эммануэль Макрон получил титул почетного каноника Литеранской базилики святого Иоанна в Риме. Глава Французской Республики продолжает вековую традицию своих предшественников. Первым почетным каноником Литеранского капитула стал в самом начале 17-го столетия Генрих IV, первый французский монарх из династии Бурбонов. Со временем титул канул в небытие, но в 1957 году президент Рене Кати возобновил обычаи принимать это звание в римской базилике. Среди следующих глав государства такого титула не было только у Жоржа Помпеду, Франсуа Миттерана и Франсуа Алланда. В Нью-Йорке стартовал благотворительный конкурс Construction New York. Ежегодно в преддверии Дня Благодарения 27 команд из архитекторов и инженеров создают скульптуры из неоткрытых жестяных банок с консервами. Организаторы конкурса надеются накормить как можно больше голодных нью-йоркцев во время празднования самого семейного праздника. В этом году после выставки мы сможем передать в дар 80 тысяч банок с едой, которые накормят 45 тысяч семей. В общей сложности за все годы проведения конкурса мы передали нуждающимся свыше 22,5 миллионов килограммов еды. Сегодня каждый четвертый житель Нью-Йорка голодает. Выставка консервных шедевров продлится до 15 ноября. Затем экспонаты переедут в благотворительную организацию City Harvest. На этом у меня все. Далее выпуски новости христианского мира и традиционно моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Кафедры теологии в российских вузах превратились в своеобразные центры духовного и нравственного развития студентов. Заявил заместитель министра образования науки Российской Федерации Сергей Кравцов. Чиновник считает, что такой успешный опыт нужно всячески развивать, сообщает христианский портал Виктори. В 2001 году в системе подготовки кадров была введена теология. И по этому направлению успешно осуществляют подготовку не только религиозные образовательные учреждения, но и светские. Кафедры теологии во многом являются своеобразными центрами духовного и нравственного развития студентов. И такой успешный опыт нужно поддерживать и распространять, сказал Кравцов. Теология была признана научной дисциплиной решением высшей аттестационной комиссии в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационные и экспертные советы. Ранее глава Миноборнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российском образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018-2019 учебные годы будет, по ее словам, увеличено. Более 30 соборов, церквей и школ по всей Великобритании примут участие в акции «Красная среда» 22 ноября. В этот день по призыву Международного благотворительного фонда «Помощь церкви в нужде» они включат красную подсветку, чтобы напомнить о подвиге христиан, которые подвергаются гонениям в наши дни. Задача акции – поддерживать веру и терпимость в обществе, выразить солидарность с жертвами преследований, сказать «нет» насилию и притеснениям, совершаемым во имя религии. Принять участие в акции могут не только здания, которые будут подсвечены красным, но и отдельные люди. Организаторы просят их надеть в этот день что-то красное. По центру Лондона в этот день будет курсировать красный автобус с девизом «Красной среды» – «Встань за веру и свободу». Планируется, что он будет делать остановки у таких достопримечательностей английской столицы, как собор святого Павла, церковь святого Мартина, Трафальгарская площадь и Ламбецкий дворец. Завершится маршрут около залитого красным светом вестминстерского аббатства. Нестли заявила о намерении отказаться от использования религиозных символов, в том числе крестов на христианских храмах с упаковок своих продуктов, прежде всего греческих йогуртов, пишет News.ru. Крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков приняла такое решение на фоне скандала с немецкой сетью супермаркетов Lidl, которая использовала фотографию греческого православного храма на острове Санторини с затертыми крестами на знаменитых синих куполах. Храм Воскресения Христова с греческого острова фигурирует на упаковках продуктов из греческой линейки Lidl, в которую входят мусака, йогурты, несколько видов сыров и фисташки. Компанию обвинили как в использовании религиозной тематики в маркетинговых целях, так и в том, что она уничтожает узнаваемые символы, которые существуют на протяжении веков. В Великобритании православные деятели даже призвали единоверцев отказаться от приобретения продукции с отредактированной упаковкой. «Это безнравственно удалять то, что существует в течение двух тысяч лет и является символом того, что Христос умер на кресте за вас, за меня, за миллионы людей», высказался архиепископ Феатирский и Великобританский Григорий, подчиняющийся Константинопольскому патриархату. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч!